здравствуйте дорогие друзья на библейский порталах the get пришел следующий интересный вопрос венчают ли без штампа в паспорте сразу скажу что нет но бывают ситуации когда священник хорошо знает молодоженов жениха и невесту и они ему объясняют что мы хотим создать семью жить друг с другом до скончания век умереть в один день но есть проблемы с документами поэтому можно было бы сейчас повенчаться через несколько месяцев мы уже оформим брак в загсе или уже стоим в очереди на просто через два месяца это очередь подойдет мы уже как бы готовы создавать семью пачка почесал затылки ну давай возьму на себя такую ответственность знаю тебя знаю твоих родителей на тебя как хорошего православного христианина причащающегося старающего жить богоугодно на доверии будут основан такое венчание это исключение конечно но я еще не знаю ни одной ситуации когда духовник молодоженов или хотя бы одного из них горько об этом сожалел еще раз повторюсь предполагается что он знает тебя давно может быть он еще с воскресе крестил тебя 25 лет назад с воскресной школе воспитал должно быть крепкая уверенность в том что ты понимаешь что такое брак что ты не будешь разводиться как только у тебя чувства видите поддохнут кто-то мне скажет а вот же раньше венчала церковь без всяких там штампов вот зачем это все ну как то без штампов венчала раньше до 17 года у церкви были юридически права и документ свидетельство браки являлась одновременно и церковным документами светским она имела юридически права и все юридические последствия случае развода это свидетельство регламентировала условия развода да ему что делится пополам так далее и тому подобное а сейчас если при таком-то количестве разводов при таком отношении к венчанию как просто хорошей русской традиции вот раз мы православным мы должны венчаться а через три года или три месяца развелись думаете венчанные браки не распадаются распадаются не для всех это является испрашивание божьей помощи нанесение креста супружеского далеко не для всех не для всех это реальная искренне живая просьба чтобы господь благословил этот непростой путь не для всех это личный разговор с богом на определенную конкретную тему и бывают интересные истории знаю батюшку которому пришла пара респектабельный мужчина женщина девушка точнее молодая девушка беременна батюшка мы хотим повенчаться но у нас там проблемы с регистрацией мы любим друг друга вот я там там уже восьмом месяце мы хотели бы родить от ребенка венчаном браке этом в очереди стоим все такое пожалуйста поменчайте нас храм ходим и все знаем символ вертым на зубок так далее ну батюшку взял повенчал без всяких там паспортов без всяких печати в паспорте через три дня звонит ему женщина дамочка в этом отец по всекаке я а почему вы моего мужа с любовницей венчали папа ну претерпел батюшка немножко понятно что это таинство недействительно прям что не обманули и я вас уверяю в принципе все священники знают эту историю худо-бедные или подобные и как бы в этом нам не клялись что то нет то я не жена да не не замужем мы любим друг друга просто какие-то проблемы да поверьте нам никто вас не поменчает нет доверия тем кого ты не знаешь а если ты там бьешь себя грудь кулаком говоришь да мы истинно верующие православные христиане мы ходим в храм ну так иди к священнику в храм который ты ходишь его упрашивай зачем идешь окольными путями так что не серчайте не обижайтесь пока не будет свидетельство о браке ни о каком венчании и речь не идет что мы не уверены в том что вы будете держать свое слово мы не уверены что у вас нет какого-то удивительного бэкграунда пусть все будет юридически правильно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео